всем привет с вами канал art money и сегодня мы с вами будем делать клюквенный морс для этого конечно же нам понадобится клюква который вы уже помыли перебрали убрали всякие палочки козявочки козюлечки и так далее вот у меня здесь ягода была замороженная она уже разморозилась помытая и мы ее с вами кладем в кастрюлю уже такую не в чашку и также нам понадобится такая толкушка за вас такой нет какая то есть другая то можете взять какую-то другую и нам надо из нее выдавить весь сок таким да также она еще будет брызгать так что не ставьте близко к белым стенам если они у вас не моющиеся ну вот смотрите у вас получился такой жмых там вот видно такое пюрешка прям получилось сбоку вот видите наверное вот теперь это все мы с вами заливаем кипятком уже прям кипятком то есть кипящий чайник в чайнике вернее воду скопятили и заливаем и теперь мы ставим все это с вами на плиту и доводим до кипения варим буквально минутки три просто чтоб она покипела и выключаем и настаиваем потом покажу что делать дальше так но смотрите наш морс с вами остыл настоялся вот так выглядит здесь помятые ягодки он еще немножечко горяченький но мы сейчас его с вами будем процеживать для этого нам понадобится емкость какая-то чаша вот такая вот также я процеживаю беру два сисечка то есть вот здесь два сисечка металлических если у вас их нету может быть марли или что-то еще такое что-то подобное ставим вот так вот сисечки на чашу и берем наш с вами морс и туда переливаем процеживаем да получилось в этот раз довольно много обычно получается прям так вот в тютельку хорошо этот раз побольше получилось здесь вот некоторые ягодки получаются остались целые потому что он у меня был замороженный видимо они были заморожены их можно уже вот так вот даже подавить и выдавить остатки какие-нибудь там морсом в принципе он сцеживается когда вы все это делаете сисечка мойте сразу не оставляйте на пять минут попозже может это все высохнет и потом вы его в жизни отмоете так теперь мы с вами все это переливаем у меня здесь получается два литра то есть один такой кувшинчик и там вот такой вот еще один кувшинчик вот можно конечно подождать чтобы немножечко настоялось чтобы немножко гуще которая была осела тогда у вас получится первый кувшинчик более такой без гуще второй получится с гущей но обычно у меня так всегда получается переливаем вот пожалуйста смотрите у меня получилось два литра морса но чуть-чуть еще осталось правда кастрюльки в кастрюльке остались жмых их можно в принципе перемолоть и сделать варенье из такой вот одной жмых я помню сделала варенье иногда вот так вот захочется зимой покушать перед там немножко поджарила и ну как ну как обычно делать варенье поджарила сахаром там немножечко в кастрюльке и залила ее в баночку стерильную в принципе такой вариант можно получилось очень вкусно два в одном вот морс ну как видите вы может получился очень легко дома самим он просто делается элементарно мне всегда казалось что морс делать это очень очень сложно ведь в принципе его не везде продают ну раньше вообще нигде не было сейчас в пекарнях вот продают всякие морсики вот клюквенные их довольно мало мне казалось это тяжело оказывается это очень даже легко это просто элементарно также морс конечно он повышает иммунитет и помогает избавиться от высокой температуры тестировал на своем ребенке нам очень сильно помогает избавиться от температуры он вот мерил по многу раз реально помогает так что делайте пейте наслаждайтесь и будьте здоровы с вами был канал артмани смотрите другие ролики обязательно кулинарные также обзоры на технику обзоры на продукты у меня очень интересные обязательно посмотрите также влоги как мы с сыночком живем путешествуем отдыхаем занимаемся развиваемся и всем пока пока обязательно подписывайтесь и пишите комментарии и ставьте лайки 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 и так и это обзоры у и Продолжение следует...